Если у вас плохо греет печка в автомобиле Deolanos, тогда это видео, ребятушки, для вас. Обязательно досмотрите до конца. Ребятки, вот у меня перестала греть печка от слова совсем, то есть дует как будто холодным воздухом. Сейчас мы будем выяснять, в чем причина именно. Значит, смотрите, заслонки я проверил, заслонки все работают отлично. Двигатель абсолютно холодный, поэтому сейчас я буду заводить, запускать наш двигатель и будем пробовать. Потому что распространенная причина, это, собственно говоря, сейчас я вам покажу, какая. Запускаем. Все, запускаем, видите, двигатель абсолютно холодный и по мере прогреваемости мы выясним, это причина или нет. Так, двигатель у нас прогревается, это автомобиль Lanos 1.5 и мы должны с вами уточнить, да, то есть этот вопрос. Не виноват ли этот термостат? Вот здесь такой термостат, то есть пробуем вот этот патрубок, пробуем сверху радиатор, он должен быть холодный, а потом печка уже прогреться, а потом только включится на большой круг. Если все будет у нас одновременно начинать теплеть, то есть бачок вот, да, с омывайкой, вот эти вот шлангочки маленькие, шланги, которые подводят к печке, которые прогревают у нас, собственно говоря, сам вот редуктор, видите? Получается тогда, если равномерная будет температура, нужно менять по-любому под замену термостат наш. Если здесь будет уже все горячее, то есть рукой вы берете горячее, здесь холодное, значит это не термостат. Если термостат поломан и у вас все время гоняет по большому кругу, то тогда что вы не делаете с печкой, печка будет постоянно холодная. Ну, только в каких-то максимальных пробках она будет вас сгреть нормально. Вот такие, ребят, делишки, поэтому сейчас будем постепенно прогревать машину и пробовать, собственно говоря. Сам редуктор будем пробовать, вот. Чувствуем, что здесь уже теплеет, уже здесь теплеет, а здесь, ребят, у нас ледяной радиатор, вот. Здесь можем попробовать, он у нас абсолютно ледяной, значит термостат рабочий, значит проблема в печке, а не в термостате. Но это распространенная проблема, то есть у человека поломался термостат, машина долго прогревается, печка не греет. Вот, смотрите, как вот у меня, да? И человек думает, что надо поменять печку. Печку поменяли, а ничего не изменилось практически, вот. Поэтому знайте, что вы должны проверять. Вот, тут уже прям тепло, ребят, уже градусов нормально здесь. А здесь полностью ледяное. Вот, мы проверяем рукой. Полностью все ледяное. Так, если вот, судя по стрелке, стрелка еще у нас не поднялась. Газ уже включился. Газ у меня стоит включение 30 градусов где-то, чтобы вы понимали. Вот, а там уже под капотом, патрубок, который прогревает наш редуктор, он теплый. То есть, рукой ощущается, что это реально 30 градусов. А радиатор еще до сих пор полностью ледяной. Вот такие, ребят, дела. Получается, термостат у нас рабочий. Значит, это не в нем причина. Ищем дальше, ребят. Надеюсь, это видео кому-то будет полезным. Пишите в комментариях, что у вас происходило с печкой, какие были вопросы. Какие поломки. Добра-бабла, позитива. Подписывайтесь на канал, ставьте лосики, лайкосики, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм, группу таксистов. Также, кому нужна страховка на автомобиль, заходите. Будет ссылка в описании. По моему промокоду вы получите 10% скидки. Всех обнял до хруста. Пока-пока. До новых встреч. Катайтесь, не ломайтесь, ребятушки. Субтитры сделал DimaTorzok